Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о таком же вытрепещущем моменте, как нейросети и как же их использовать дизайнеру. И в сегодняшнем видео я расскажу о нейросети Midjourney, одна из самых популярных сетей, которая создает изображение. Давайте покажу, расскажу, что это, как это, зачем и почему. Ну, во-первых, заходим в Google, набиваем Midjourney, я вам ссылочку на сайт могу дать, но, в принципе, найти ее совсем несложно. Вы попадаете на сайт, нейросеть, по сути, это искусственный интеллект, который при помощи большого количества микро-процессоров собирает и обрабатывает информацию, делает это не линейно, как стандартные программы, а обучаемо, как это делает наш с вами мозг, для того, чтобы находить те или иные решения. Поэтому, когда вы нейросети задаете какой-то вопрос, ответ всегда будет разный. Так же, как какому-то человеку вы зададите, ответ тоже будет разный. Зайти сюда достаточно просто, вы подписываетесь на нейросети, я не буду это делать, потому что у меня уже есть платный аккаунт, я вам сейчас покажу, как это выглядит изнутри. Вы подписываетесь и вас перекидывает на то, что вам нужно установить дискорд. Дискорд это такая площадка, она уже существует достаточно давно, в ней общаются геймеры, как правило, и также Меджорни у нас к нему присоединена. Дискорд выглядит вот таким образом, вы туда попадаете, регистрируетесь, вносите адрес почты. И плохая новость для всех, кто из России, потому что данная нейросеть сейчас стала платной, раньше у нее был бесплатный доступ на определенное количество картинок, сейчас его, к сожалению, нет. Поэтому вам придется оплатить по тарифу, соответственно, 10 долларов минимальный тариф на месяц. В принципе, его хватает для того, чтобы что-то интересное поделать. Здесь это все внутри очень понятно, очень прозрачно, вас просто перекидывает на тарификацию, вы оплачиваете. Но, конечно же, нужно иметь какую-то карту, которая будет работать для оплаты, потому что это все не в России находится. Но, действительно, один из самых мощных движков, поэтому, если есть потребность, есть желание, я сейчас покажу, как это можно употреблять в разрезе дизайна одежды, конечно же, имеет смысл подключиться. Меджорни можно использовать для создания разных креативов. И здесь есть, ну, скажем так, два формата, публичный и частный. Я больше люблю частный. Сейчас я открыла публичный формат. Это мы видим, как у нейросети что-то просят, и нейросеть на это отвечает. Это общая комната, в которой очень много запросов, и ваши запросы, соответственно, тоже могут сюда попасть. И вы будете видеть и свои, и чужие. Мне так работать категорически неудобно. Сюда можно сходить с точки зрения вдохновения, что делают другие, как они это делают. Но моя задача обычно какая-то более целевая, и вот здесь это все выискивать мне неинтересно. Поэтому у меня создана личная комната, в которой происходит разработка того или иного, соответственно, изображения, которое мне нужно. Давайте посмотрим, как это все происходит, что здесь нам с вами нужно делать. Во-первых, MidJourney общается с нами на английском языке, это тоже нужно знать. Поэтому, если вдруг вы не владеете английским, у меня для вас хорошая новость, вы можете совершенно спокойно открыть Google Переводчик. Здесь писать запросы, здесь у вас будет запрос по-английски, и, соответственно, он у вас будет переводиться, ничего суперсложного в этом нет. Например, я в Варде накидала несколько запросов, с которыми мы сейчас поработаем, а именно создадим мудборд, создадим пару эскизов и разработаем принт. Ну, собственно, чем дизайнеры и занимаются. Она не заменяет нам дизайнера, но, соответственно, поможет нам с этим разобраться. Специально я могу написать по-английски, я владею английским, но показываю, как это сделать, если вдруг не получается. Создать мудборд, можно мудборд соединить, хотя она понимает слово мудборд, а нормально переводит, в морском стиле с грубыми полосками, канатами для дизайна одежды. То есть нам нужен борд для дизайна одежды. Мы это все копируем, идем в Дискорд, и в Дискорде задаем команду. Нам нужна команда Imagine. То есть представьте, выбираем эту команду, набираем текст, говорим ОК. Здесь нужно понимать, что на рассете надо подумать. Она должна включить свой мозг, собрать какую-то информацию, сгенерировать и через какое-то время выдать вам результат. То есть это не так, что мы туда загрузили, и моментально что-то пошло. Вот она начала что-то такое собирать. Как видите, пока 0%, вот 15%. И сейчас она будет все больше и больше прояснять, показывать, как это будет происходить. Весь мой опыт, который я до этого делала, и смотрела, как смотрятся непосредственно мудборды и эскизы. В принципе, для идей это очень неплохой вариант, когда нужно собрать какие-то базовые мудборды, посмотреть, как это будет смотреться. Вот здесь, видите, она прорисовывает. То есть пока не четко. Сейчас она когда-то до 100 дойдет, уже будет более ясно и понятно. На мой взгляд, помогает. Иногда действительно какой-то творческий ступор, есть какое-то описание, вы что-то хотите посмотреть. То, как, например, в трендбуках, там есть описание темы, вот на основании описания темы получаете тот или иной калаш. В принципе, для создания одежды это, ну, старт. Я не говорю, что это идеально сделанное, но это какой-то старт, на основе которого мы можем дальше что-либо делать. Например, такого плана, такого плана. Возможно, какой-то вариант мне очень нравится. Можно еще поработать, еще раз запросить и попросить. Хочу провести эксперимент, так еще сама не делала ни разу. Я хочу ее попросить делать все то же самое по тому же самому запросу. Смотреть, насколько по-другому она этот запрос обработает второй раз. Вот как раз посмотрим. А теперь вот это изображение, которое у нас получилось, мы с ним можем сделать две вещи. Первый вариант. Мы с вами можем увеличить какое-либо изображение. Вот это 1, 2, 3, 4. И вот это U1, U2, U3, U4. То есть как только мы нажмем, например, U4, вот это изображение, оно сейчас у меня обработается и в более большом формате мне выдастся. Я могу уже его скачать и использовать. Если же, например, я понимаю, что мне нужны еще какие-то вариации, ну, давайте этого же изображения, я нажимаю V4, и тогда вот на это изображение сейчас для меня нейросеть придумает еще варианты на основе этого изображения. И вот смотрите, то, что я вам говорила, что даже по одному и тому же запросу нейросеть будет отдавать нам разные примеры. Я задала ей тот же самый запрос, пожалуйста, создай мне мутборд. И вот она мне создала новый, совершенно другой мутборд. Поэтому, если у вас по один раз не получилось по вашему запросу, вы можете даже его сильно не изменять, а просто попросить еще раз, и еще раз, и еще раз. И тогда вполне вероятно, что программа, именно нейросеть, предложит вам тот вариант, который вам нужен. То есть и вот это, и вот это, это один и тот же запрос без измененного, без единой буковки измененной. Просто вот так программа сделала. Так, здесь мы с вами ждем, пока она нам создаст варианты. Не знаю почему, но именно варианты она почему-то делает дольше. Вот, это первый вариант. То есть мы с вами создали мутборд, с которым мы можем в дальнейшем работать, мы можем его чем-то дополнить, мы можем использовать, мы можем использовать его просто как настроенческий борт, как основу, как фон, как кусочек, собрать несколько, то есть все, что угодно, но она мне собрала относительно той идеи, которую я ей давала. Что у меня там дальше? Дальше у меня создать эскиз женского костюма в морском стиле с брюками и пиджаком. Так, идем мы с вами, соответственно, ух, что-то я тут наоткрывала всего. Вот, вот так. Переводим то, что нам сказала. Google хорошо переводит. Здесь можете не сомневаться. Выбираем и говорим, слушай, давай нам вот, представь, пожалуйста, вот эту штучку. Вот, и она нам начинает представлять. Опять же, нужно подождать. Что мы можем сделать еще? Мы можем скачать наше изображение, выбрать, куда сохранить. Вот, и, например, сейчас еще одно каком-нибудь изображении, вот это вот, U2. и попрошу программу мне соединить два этих изображения между собой. Посмотрим, что она с этим сделает. Сохранить изображение. Так, вот. И это другая команда. Называется blend. Image 1 и image 2. Мы открываем, смотрим, что у меня тут есть. У меня тут много-много всего интересного. На рабочем столе всегда хаос. Вот так я живу, да. Я выбираю одно изображение, у которого я создала нейросет, выбираю второе изображение. Я говорю, да, пожалуйста, мне из них сделай blend. Она сейчас там задумается. Что получится вообще? Не угадайте никогда. Это будет что-то вообще совершенно новое. Но мы подождем. А тем временем посмотрим, что нам нейросетка предложила по поводу костюмчика. Вот, смотрите, она нам сделала предложение. Вполне себе интересное. Но если учитывать, что это не дизайнер одежды, а просто нейросеть, которая что-то рисует. Вот. И мы можем ее сказать, а вот это мне понравилось. Какой это у нас вариант? В3. А сделай-ка мне, пожалуйста, по этому поводу еще чего-нибудь. Вот. И она нам сделает. Соответственно, надо подождать. Здесь у нее задумчивый алгоритм. Ну вот она начала нам его делать. И сейчас предложит разные варианты. Я пробовала создавать разнообразные блузки, принты. И действительно, она там, например, если блузка с какой-то асимметричной кокеткой, она начинает эту кокетку по-разному распределять, смотреть и какие-то вариации. То есть это такой вот вариант быстрого креатива. Понятное дело, что потом с этими эскизами надо как-то дорабатывать, что-то с ними делать. Но посмотреть-то интересно, правда? Вот. И смотрите, вот то, что я говорила, она начинает носить изменения, притом очень неплохие. Какой здесь? Жакет. Какой здесь жакет? Какой здесь жакет? Какой здесь жакет? И здесь тоже. Здесь она удлинила, здесь укоротила. Здесь немножко по-другому. Блуза по-другому. То есть она на каждую вещь, она как-то доработала. И уже взяв какую-то одну штучку, вы можете с ней в дальнейшем работать. А вот смотрите, что она нам сделала из двух картинок. Я ей дала вот эту картинку. Я ей дала вот эту картинку. Сказала, соедини. Вот она их соединила. Каким-то образом вставила девушку. То есть, в принципе, вот уже какая-то такая другая история. Еще раз говорю, вы не угадаете, что она сделает. Но это как пример того, что она может сгенерировать по поводу двух разных. Так, у меня там был еще один запрос. Сейчас мы с вами посмотрим. Создать эскиз платья в морском стиле для женщины. Есть? Есть. Давайте еще один эскиз. Попробуем ее попросить. В конце концов у нас эксперимент в плане дизайна одежды. Как это может нам пригодиться. Поэтому мы сейчас посмотрим, как это все будет. Опять задаем команду, что, пожалуйста, представь мне. Imagine. И пишем ей запрос. Собственно, вот он принцип основной работы нейросети. Давайте, чтобы не терять время, я задам еще один. Соответственно, разработку принта. И это у нас с вами будет принт в морском стиле. То есть, мы создали модборд. Мы создали два эскиза. И сейчас мы создадим еще принт. Минутико уставил принт. Да. Притом, давайте я сейчас сделаю два запроса на принт. Потому что у меня есть две идеи. Во-первых, запросить вот так, как он есть. А второе, запросить с пометкой seamless. 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 Это бесшовный принт. Вот, соответственно, здесь она нам сгенерирует просто какой-то интересный принт. А там она сгенерирует на основе бешон. Вот, смотрите, по платьишку она у нас почти закончила. Насколько разные, да, вариации она дает. Но здесь всегда не угадаешь. И уже можно смотреть, в какую сторону мы хотим пойти. То есть, это будет какая-то полосочка. Вот этот эскиз, кстати, она может очень интересно представить. Сейчас мы попросим, чтобы она, вот этот эскиз, вот этот, сделала нам несколько вариантов. Она сейчас начнет показывать разные драпировки. Ну, относительно того, что я уже создавала, обычно это происходит так. Вот это тоже такой, смотрите, как будто бы я нарисовала от руки какой-то. Можно его скачать и использовать. Ну, давайте его тоже в вариации загоним. Это V2. А вот здесь она начала нам создавать принты. Просто я сказала принт, и это то, как она понимает принт. Это может быть что-то такое, какая-то девушка. Почему она вставила девушек? Потому что я написала женский. А это вот я просто попросила ее бесшовный принт. И вот она его создала. Он тут не отрапортован. Естественно, придется рапортовать руками. Но для того, чтобы какую-то идею условить, какие-то цвета, какое-то сочетание формы, вот классно для вдохновения, для, в принципе, дальнейшей работы дизайнера, это может быть использовано. Потому что все, что создается нейросетью, оно принадлежит нейросети. Но если вы это просто берете за основу и понимаете, что да, здесь могут быть штурвалы, здесь могут быть волны, здесь могут быть корабли в такой стилистике, такой цветовой. И потом просто его разработать, отдать дизайнеру, чтобы он его подготовил, это может быть очень интересно, очень красиво. Также с остальными можно предложить тоже. А сделай мне, пожалуйста, вариацию вот на этот принт TV2 у нас. Так, давайте посмотрим. Я еще такие варианты предложила посоздавать. То, что я и говорила. Наросеть начинает создавать именно дизайн. И вот за это как бы очень классно. Иногда, когда ступор находит, на рассеточку может выручить. Смотрите, платье на одно плечо, они все на одно плечо. Но насколько по-разному построена драпировка. Здесь такая, здесь такая, здесь такая. То есть она уже начинает именно с точки зрения дизайна думать. И вот это уже можно брать и как-то дорабатывать, использовать для своего эскиза. То есть как быстрая идея, как создание каких-то образов. А здесь она похожее платье. И в разных позах, вот по-разному она ее расположила. То есть тоже как будто бы вот в стиле рисунка. А вот она мне разные принты сделала. Сначала кажется, что они одинаковые. Потом начинаешь глядываться, видишь, что штурвалы немножко разные. Здесь по-разному, здесь по-разному. Соответственно, вот. Вот таким образом можно использовать нейросеть Midjourney для дизайнера одежды. Я думаю, что вы найдете еще много применений. Это просто как такие основные и действительно то, что можно сделать. Первый раз, когда мне ее подключили, я въезжала от восторга. И, наверное, весь вечер просто провела, создавая вообще все, что можно и нельзя. Потом мы с сыном творили каких-то роботов и так далее. Потом я задумывалась, а действительно для работы я могу это использовать? Классно помогает создавать обложки, создавать какие-то картинки для социальных сетей. Но и вот можно создавать борды вполне приличные, можно создавать примеры эскизов и искать какое-то вдохновение. И, соответственно, примеры принтов и тоже какое-то вдохновение. Я могу сказать, что задавая один и тот же запрос на один и тот же принт, вы получите совершенно-совершенно разные варианты. Она вам будет их давать. Используйте нейросеть Миджорни для своей работы. Она вас не заменяет. Она вам помогает. Это очень классный инструмент, очень творческий и очень интересный. Продолжение следует...